Денис Парфенов Мотивировал он это тем, что за Навальным, так же как и за Путиным, стоят олигархи. Просто это другие олигархи. И в этом вопросе его сразу поддержал МГК КПРФ. Конкретно МГК КПРФ 23 февраля призвал людей на протестный митинг как против Путина, так и против Навального. Правда из этого митинга не шибко, скажем так, хорошо все получилось, но речь сегодня не об этом. Дальше события вообще начали разворачиваться со скоростью пожара. И дальше всех здесь зашел Геннадий Зюганов. Он фактически предложил власти союз против Навального. То есть фактически нарушил логику Парфенова. Предложил одним олигархам союз против других олигархов. Только скажем так теперь другим олигархам. Все это возможно было бы даже забавным, если бы не было так грустно. Дело в том, что фактически, что Зюганов, что Парфенов, что Рашкин, председатель МГК, расписались в том, что они совершенно не знают наследия Владимира Ильича Ленина. Конкретно они совершенно не знают его теории империализма. А ее пора вспомнить. Дело в том, что с позиции данной теории, что в царской России, что в современной России нет и не было никакого капитализма. А значит нет и не было никаких финансовых олигархов. Настоящая олигархия в обеих государствах была и остается совершенно другой. Кстати, точно такой же, как и в Советском Союзе. С позиции теории Ленина Советский Союз и близко нельзя считать социалистическим государством. Но об этом я уже рассказал в ролике. Почему у Путина получилось поднять Россию в колено или что такое политаризм, он будет на конечной заставке. Здесь же нас все интересует несколько в другом ракурсе. Дело в том, что с позиции учения, что Карла Маркса, что Фридриха Энгельса, что Владимира Ленина, в условиях политаризма вообще невозможна социалистическая революция. Не больше и не меньше. Но теория империализма Владимира Ленина, о которой еще не знали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, исходит из того, что из этого правила возможны исключения. Дело в том, что по Ленину в эпоху империализма вся земная цивилизация стала капиталистической. И выражается это в том, что практически в большинстве стран, уже на тот момент, сейчас тем более, есть современные промышленные предприятия. И не столь уж важно, кто этими предприятиями владеет, иностранный капитал или местная буржуазия, компрадорская. Главное здесь другое. Главное, что в большинстве стран на этих предприятиях сформировался промышленный пролетариат. Класс, реально способный свершить социалистическую революцию. Ленин, правда, не знал современной теории неополитаризма. Но об этом тоже, думаю, мы поговорим позже. Сейчас это в этом ракурсе тоже не особо важно. Нас пока интересует одно. По Ленину, в политарной стране, при наличии в ней достаточного количества промышленного пролетариата, возможно перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Но именно так, перерастание по Ленину, октябрьская революция, невозможно без февральской. И вначале должна произойти февральская. Тому, кто уже посмотрел мой ролик о политаризме, думаю ясно, что реально за Владимиром Путиным и Алексеем Навальным стоят совершенно разные силы, а не разные олигархи. За Путиным стоят те же силы, что в 1917 году стояли за самодержавием. За ним стоят политаристы или номенклатура. А вот за Навальным действительно стоит бизнес. Он реально выражает интересы буржуазии. И в условиях политаризма, политаризма, по Ленину, буржуазия никак не классовый враг. А она классовый союзник. И классовый союзник она по двум причинам. Первую я уже назвал. Февраль невозможен, вернее октябрь невозможен без февраля. Но есть и вторая, и она не менее важна. От политаризма нельзя перейти к социализму сразу. Нужен достаточно длительный переходный период. В нашей стране, в истории нашей страны, этот период называется периодом НЭПа. И весь этот период буржуазия также остается союзником коммунистов. Ленин назвал этот период государственным капитализмом. То есть капитализмом под контролем социалистического государства. И в ходе этого периода коммунисты в союзе с буржуазией должны сделать так, чтобы уровень производства и самое главное уровень культуры производства в России стал даже выше, чем уровень культуры производства в Соединенных Штатах и в Европе. И вот когда эта задача будет решена, вот тогда по Ленину всерьез можно говорить о переходе к социализму. Добавлю к настоящему социализму, а не к политаризму, прикрытому теперь уже коммунистическими лозунгами, что произошло при Сталине. Сталин, кстати, именно поэтому и запретил изучать политаризм или другое название азиатский способ АСП в советских учебных заведениях. Он сделал все, чтобы мы об этом забыли. И в него получилось. Как наглядно видно из последних событий. Об этом забыло даже высшее руководство КПРФ. Но об этом пора вспомнить. По Владимиру Ильичу Ленину, Навальный коммунистам сейчас никак не классоварх. А он им классовый союзник. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...